Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Секреты вязания. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую шапочку. Она у нас весенняя, связанная в одну нитку из не очень тонкой пряжи. Вот так она смотрится сзади. Видите, хорошо прикрыт здесь затылок. Шапочка на завязках, видите, я сделала подлиннее их, ой, чтобы можно было вот так вот завязать, потому что детки в таком возрасте постоянно вот так вот берут и сами снимают с себя шапки с головы. Подкладку я для этой шапки никакой не делала, потому что она теплая, это же мериносовая шерсть. И я так подумала, что у меня есть вот такая шапка, в одну нитку связана, да, 100 грамм 300 метров метраж этой пряжи. И я в ней хожу и зимой, и весной могу ходить, и в ней тепло. А эта пряжа голубая, она потолще, она намного толще, поэтому подкладку решила не делать, будет, думаю, и так тепло ребенку. Такую шапочку вы можете связать на любой объем головы и на, не знаю, на 6 месяцев, на возраст 6 месяцев, на 2 годика, на 3, на 4. Когда публикуете фотографии ваших работ, то отмечайте меня в Инстаграме. Еще я создала канал в Телеграме, ссылочку на него оставлю внизу под видео, добавляйтесь обязательно, туда буду сбрасывать какие-то вещи, фотографии, что-то писать такое, где я больше нигде не буду писать, ни в Инстаграме, ни на Ютубе, больше нигде, только там. В Телеграме я планирую фотографии разнообразно скидывать, какую-то информацию писать для вас, что я делаю каждый день, чем занимаюсь. Так что добавляйтесь обязательно. Обязательно вяжите образец перед тем, как вязать эту шапочку, для того, чтобы вы были уверены, что вы попадете в размер, который вам нужно. И еще такой момент хочу сказать, что эта пряжа, когда стирается, шапку, когда вы будете стирать, то будет у вас ощущение, что она как будто бы расползается, в руках, знаете, как медуза, как будто бы будет, кажется, как будто бы она будет в два раза больше. Это обманчивое такое ощущение, всегда, когда стираете пряжу из мелиносовой шерсти, такое происходит. Поэтому вы не бойтесь просто постирать ее и ни в коем случае не вытягивайте, ни в длину, ни в ширину. У меня на канале есть видео, где я показывала, как я обычно делаю ВТО, ссылочку я вам оставлю в этом мастер-классе, внизу под видео. Все, вы перейдите, посмотрите, как я все стираю, вязаные вещи все свои. Шапочка очень хорошо тянется, посмотрите, вот я даже потяну на ребенке, видите, она очень хорошо тянется, потому что узор резинка, она очень такая свободная, мягкая на голове, отлично сидит, хоть и по голове, но хватит ее на, думаю, на два сезона. Для детской шапочки этой я взяла вот такую вот пряжу Мерино 12. Вот, читайте все, что написано на этикетке. Метраж, значит, здесь 100 граммах, 125 метров. Вот такого голубого цвета я решила взять моточек, но в ассортименте очень красивая палитра, так что вы можете взять необязательно такой цвет. Еще у меня есть вот такая пряжа, тоже Мерино 12, но здесь другой метраж. Здесь в 50 граммах 63 метра. Если вы будете вязать из вот такой пряжи, видите, здесь моточек 50 грамм, то вам понадобится два вот таких вот моточка по 50 грамм до этой шапочки. Здесь у нас 63 метра, а в этой пряже 125 метров. 63 плюс 63 будет 126 метров. Считаю одинаковый метраж, так что берите любую из этих двух пряж. А голубая пряжа у меня шла одним большим мотком. Эту пряжу я уже показывала в одном обзоре пряжи, ссылку на этот обзор я вам оставлю под видео, чтобы вы более подробно все посмотрели. Спицами мы будем вязать номер 6. Если нет у вас круговых спиц, то можно взять чулочные спицы номер 6. Если вы будете использовать совсем другую пряжу, не Мериносовую шерсть, а, например, полушерсть, или обычную овечью какую-то шерсть, то возьмите, пожалуйста, такую пряжу, чтобы она была аналогичная, по крайней мере, по метражу. Но в любом случае вам придется связать образец, для того, чтобы высчитать свою плотность вязания. Перед вязанием данной шапочки я связала вот такой большой образец. Вот так вот этот рисунок смотрится в этом изумрудном цвете. Посмотрите, какой красивый цвет. Вот в голубом цвете, посмотрите, как смотрится. И в изумрудном. Кстати, номер пряжи изумрудного цвета это номер 809. Значит, я связала образец, по этому образцу я сняла мерки и записала все в блокнот. Под видео я вам оставлю ссылочку на таблицу, с помощью которой я обычно вяжу шапки. В этой таблице найдите объем головы, мерку объем головы. У меня это 49 см. И согласно этой мерке, в таблице нужно посмотреть диаметр, дна шапочки и глубину шапочки. Ссылочку на таблицу я вам оставлю внизу под этим видео. Вот смотрите, у меня 49 см объем головы. Смотрим по таблице. Диаметр дна шапочки. У меня это 15,6 по таблице. Делим диаметр напополам. Я для себя высчитала радиус 7,8. Глубина шапочки по таблице равна 18 см. Если посмотреть на шапочку сверху, вот макушка ее как бы, да, это диаметр 15,6 см. Вот это радиус половинка 7,8. Если сбоку смотреть на шапочку, то вот эти 7,8 см, вот они вверху, половинка макушки. Шапка же у нас лежит. До этого места, до макушки, нам нужно вязать по прямой просто 10,2 см или 11 см, если округлить можно в большую сторону. Как же высчитать, сколько нам нужно вязать по прямой? Мы берем глубину 18 см и отнимаем от этой глубины радиус 7,8. Получается 10,2. Я обычно округляю в большую сторону, вот 11 см. Макушку аналогично высчитываю. От 18 отнимаю 11 и получается 7. То есть 7 см нужно провязать, делая убавки и формируя макушку. Видите, так же я все здесь округлила. 7,8 см я округлила в меньшую сторону. Чтобы уменьшить количество рядов в макушке, я округлила именно в меньшую сторону. Образец у меня связан основным узором по кругу. В 10 см у меня 15 петель по ширине. Значит в 1 см у нас 1,5 петли. 15 делим на 10, получается 1,5. На объем 49 см нам нужно набрать сколько петель, высчитываем 1,5, умножаем на 49. То есть количество петель в 1 см умножаем на наш объем головы. Получается 73,5. Округляем в меньшую сторону, так как шапочка тянется. У нас узор резинка, который хорошо тянется. Можно округлить в меньшую сторону, 70. Вот мы и выяснили, что на объем головы 49 см нужно набрать 70 петелек. Обычно при вязании таких шапок с ушками, я шапочку делю на 5 частей. И начинаю вязать такую шапку с ушек. 70 хорошо делится на 5, получается 14. Вот 5 частей, передняя часть, там где у нас глазки. На эту часть нужно отделить 28 петель. Если мы все петли поделим на 5, получается по 14 везде. На 1 ушко 14, на 2 14, на затыкло 14. А наперед нужно больше, в 2 раза. 14 плюс 14, 28. При вязании таких шапочек всегда, в принципе, вот сколько я вяжу, я всегда делю все петли на 5 частей. 1 часть на 1 ушко, 2 часть на 2 ушко, 1 часть на затылок и 2 части наперед. Всегда вот так вот распределяйте петли, и у вас шапочка будет сидеть отлично по голове. Это если у вас шапочка с ушками. Данную шапочку мы будем начинать вязать с ушек. Мы выяснили, что для ушек нужно нам, чтобы было по 14 петель. Вязать мы будем снизу вверх, вот отсюда, снизу вверх. При этом мы будем прибавлять петли. Пока у нас не получится здесь вот, по этой ширине ушка, в этом месте 14 петель. Мы берем пряжу и начинаем вязание первого ушка. Набираем 4 петли обычным способом. Снимаем первую петлю и провязываем первый ряд, самый первый ряд, таким образом. Лицевая, изнаночная и последнюю кромочную всегда будем вязать изнаночной. Разворот. Второй ряд, снимаем петлю и вяжем все петли изнаночные. Разворот. Начиная с третьего ряда мы будем делать прибавки. Снимаем первую петлю и делаем первую прибавку, заводя спицу за нитку. Вот так. Дальше, смотрите, у нас идет такой узор, лицевая постоянно должна быть провязана. И рядом с ней изнаночная чередуется с лицевой, чтобы получился как бы жемчужный узор. Вот эта лицевая у нас, вот эта вот, она всегда у нас должна быть лицевой, на лицевой стороне ушка. Здесь у нас должна быть рядом изнаночная. Видите, сейчас у нас лицевая, значит вяжем ее изнаночной. Вот так. И перед этой последней петлей опять же делаем накид, заводя спицу под нитку, вот так. И последняя изнаночная. Разворот. Снимаем петлю. Видите, какая у нас большая дырочка здесь. Нужно провязать вот эту петлю не за правую стенку, потому что будет дырка, а за вот эту, вот видите, вот она. Все петли в изнаночном ряду вяжем изнаночными. Вот так провязали. Раз, два, третья петля изнаночная. И вот этот накид нужно провязать тоже таким образом, чтобы не вышла дырка. Видите, если вот так провязать, будет дырка. Значит вяжем за вот эту стенку, которая у нас за спицей. Вот она. Поднимаем ее. И вот так провязываем. И последнюю петлю изнаночной вяжем. Разворот. Снимаем кромочную снова. Делаем накид, заводя спицу за нитку, вот так. Дальше смотрим по рисунку, как же нам вязать. Вот у нас лицевая, которая должна всегда быть лицевой. Справа должна быть жемчужная вязка и слева. У нас здесь идет тоже справа лицевая, сейчас значит ее нужно вязать изнаночной. Дальше это лицевая. Рядом вяжем изнаночную. Резинку один на один вяжем. Видите, изнаночная лицевая, изнаночная сейчас будет лицевая. Дальше накид под нитку, завели спицу и последнюю вяжем изнаночной. Разворот. Снимаем петлю. Вот эту дырочку нужно убрать. Провязываем за эту стенку, что у нас спица, вот она левая стенка. Изнаночную петлю. Дальше вяжем все петли изнаночные. Там, где лицевая, видите, за правую стенку я вяжу изнаночную. Вот так. Изнаночную петлю тоже за правую. Видите, стенку? Просто она перед спицей. Нужно так провязывать петли, чтобы они не были скрещенные. Там, где узор. А там, где накиды, нужно провязывать скрещенные изнаночные. Вот за эту стенку вяжем изнаночную, чтобы не было дырочки. И последняя изнаночная. Считаем, сколько у нас уже петель. Раз, два, три, четыре, восемь. Значит, нужно нам еще вязать, пока не будет 14 петель на спице. Делаем прибавку, как всегда в начале. Дальше смотрим рисунок, какой у нас идет. Здесь идет лицевая, рядом должна быть изнаночная и следующая лицевая. Вяжем, значит, эту лицевой. Рядом вот изнаночную. Лицевая. Изнаночная. Снова лицевая, изнаночная. И накид в конце. Перед последней петлей под нитку. И провязываем последнюю изнаночной. Так, следующий ряд. Снимаем кромочную. И первый накид вяжем изнаночной скрещенной. Вот так. Дальше все петли по рисунку изнаночными вяжем. Второй накид тоже скрещенной изнаночной. Вот так. Разворот. Так, у нас уже 10 петель. Вяжем еще дальше. Накид за нитку. Смотрим рисунок. Вот у нас лицевая дорожка. Здесь изнаночная. И здесь лицевая дорожка. Значит, здесь будет изнаночная петля. Вот так. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Ниточка, как вы можете заметить, иногда расслаивается. Видите, она состоит из тонких нитей. Иногда спицей можно вот так вот подцепить и расслоить ее. Она легко очень расслаивается. Поэтому следите за тем, чтобы вы ее не расслоили и не, например, провязали вот так. Вот видите, не все нитки. Следите за этим. Так, дальше изнаночная, лицевая и накид под нитку, последняя изнаночная, разворот. Сняли кромочную и все петли вяжем изнаночными. Разворот, следующий ряд. Снимаем кромочную, прибавка. Дальше смотрим на рисунок. Здесь идет лицевая дорожка, значит здесь изнаночная. И вот это тоже должна быть лицевая дорожка. Значит вяжем лицевую. Дальше резинку один на один. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накид под нитку. И последняя изнаночная. Разворот. И провяжем и последний ряд изнаночный. Все петли изнаночные. Готово. Мы связали с вами первое ушко и на спице у нас сейчас 14 петель. Ниточку можно обрезать, оставив сантиметров 5-6, не надо много оставлять. И аналогично теперь нужно связать такое же самое второе ушко. Если у вас круговые спицы, вот как у меня, с такой длинной достаточно леской, то можно вязать второе ушко прямо же на этих же спицах. А это первое ушко, вот пускай оно так у вас и висит на леске, оно мешать не будет. Просто берете вот рабочую нитку и продолжаете вязание этой рабочей спицей. В этой пряже, мерено 12, вот та, что моточки идут по 50 грамм, встречаются иногда вот такие вот узелки. По крайней мере у меня на один моточек попадался минимум один узелок, а то и больше. Его можно аккуратно вязать в изделии или вырезать и связать нитки как-то по-своему. Как вы прячьте кончики, как вы любите вязать узлы, вот так вот возьмите и свяжите, если вас не устраивает вот такой узелок. В отличие от этих маленьких моточков, в этом одном мотке, здесь же идет у нас 125 метров, один большой такой моток был у меня, немножко вот осталось, здесь не было ни единого узелка. Ниточка от начала до конца была всегда ровная, поэтому мне вот эта пряжа в голубом цвете, из-за того, что она была без узелков, понятное дело, она мне понравилась больше. Хотя по составу пряжа абсолютно одинаковая, на ощупь одинаковая, в общем она аналогичная, да, вы поняли. Видите, вот так вот спокойно я вяжу второе ушко на этих же спицах, вот не нужно использовать еще какие-то спицы. После того, как мы связали второе ушко, вот у меня уже здесь 14 петель, как бы разворачиваем его и начинаем опять вязать лицевой ряд на этом втором ушке, который мы связали. Вяжем просто по рисунку, прибавки мы уже не делаем, изнаночная, лицевая. Последнюю петлю вяжем изнаночной, и дальше нужно набрать петли для нашего затылка, для задней части. Вот на примере этой шапочки, посмотрите, видите, вот ушко одно, второе и между ними петли. Здесь у нас, как мы считали, должно быть 14 петель. Берем ниточку рабочую, затягиваем вот эту петлю потуже, прям вот так берем ее, натягиваем. Я обычно натягиваю здесь, чтобы не было здесь потом дырочки никакой. И вот так вот набрасываем нитку, видите, берем вот на палец один, потом перекручиваю ее и петельку надеваем на спицу. Подтягиваем, раз. Дальше снова взяли вот так вот, перекрутили, надели. Два. Видите, мериносовая шерсть как будто бы пружинит, вот видите, она такая, как пружинка, туда-сюда, подвижная. Значит, ее нужно, когда вот петлю мы вешаем, ее нужно хорошо вот так и затянуть на спице, чтобы она здесь сидела как можно туже. Три. Набираем вот таким образом 14 петель. Так, вот петли мы набрали для затылка. Вот наше ушко, видите, лицевая сторона ушка у нас вот так вот размещена и спица с этой стороны. А нужно, чтобы спица была с этой стороны, чтобы мы могли вязать по лицевой стороне этого ушка. Я вытаскиваю спицу и вставляю ее вот сюда, обратно, просто с этой стороны. Все, теперь дальше можно вязать по лицевой стороне нашего второго ушка. Как вы помните, последнюю петлю на этом ушке мы провязали изнаночной петлей. Какую же здесь мы будем на этом ушке вязать? Лицевую сейчас или изнаночную? Теперь давайте по этим набранным петлям просчитаем. Значит, следующая лицевая должна быть после изнаночной, лицевая. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь, значит, последняя будет изнаночная. Значит, на следующей мушке первая должна быть лицевой. Провязываем. Следующая изнаночная. Дальше лицевая. Изнаночная. И так завязываем до конца этот ряд. Последние две петли. Изнаночная и кромочная изнаночная. Разворачиваем вязание. Теперь у нас уже больше петель на спицах. Вот что у нас с вами получилось. Ушко, петли затылка и второе ушко. Вяжем следующий изнаночный ряд. Снимаем кромочную. На ушке нужно провязать все петли изнаночными. Так, как и нужно по рисунку. Видите, этот узор не двусторонний. С изнаночной стороны он совсем по-другому смотрится. Тринадцатая петля ушка, это изнаночная. И четырнадцатая петля ушка, также изнаночная. Дальше у нас идут петли нашего затылка. У нас здесь пока что просто петли. У нас нету никакого рисунка ни лицевых, ни изнаночных петель. И сейчас нам нужно решить, какой петлей провязать вот эту первую петлю затылка. Лицевой или изнаночной. Для этого развернем вязание и посмотрим на лицевую сторону вот этого ушка, которое мы провязали. Смотрите, вот лицевые дорожки, хорошо их видно. Одна, вторая. Смотрите, лицевая здесь на лицевой стороне. Дальше изнаночная. Вот эта лицевая на лицевой стороне. Значит, соседняя должна быть изнаночной. Помним, что на лицевой стороне нам нужна изнаночная петля. Разворачиваем. Значит, мы провязываем первую петлю на затылке лицевой. И тогда у нас на лицевой стороне будет изнаночная. Видите, сформировалась изнаночная петля. И все, рисунок у нас не сместился. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Дальше должна быть лицевая. Значит, на изнаночной стороне вяжем изнаночную петлю. Вот так. Все. Дальше вяжем опять лицевую. Так. Следующая изнаночная. И таким образом провязываем петли затылка все 14 петель. Резинкой 1х1. И последняя петля нашего затылка должна получиться изнаночной. Вот так. Дальше 14 петель идут нашего второго ушка. Их мы вяжем все по рисунку ушка. То есть все петли изнаночные. Довязываем до конца. Ну и вот что у нас с вами получилось. Видите? Вот такая конструкция простая. Вяжем следующий лицевой ряд. Снимаем кромочную. Видите, у нас здесь вот лицевая дорожка идет. Значит, справа должна от нее быть изнаночная петля. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ушка. Дальше переходим на петли нашего затылка. И продолжаем опять же вязать по рисунку, который сейчас мы вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем таким образом резиночкой 1х1 петли затылка и следующее ушко. Так, довязали. Теперь вяжем следующий изнаночный ряд. Все петли вяжем изнаночными. И на ушках, и на петлях затылка. Вот я довязала ряд, и вот что получилось. Видите, в самой шапочке, видите, вот так вот смотрится задняя часть шапочки. Видите, она длиннее, чем передняя. Вот если просто шапочку положить, видите, разница есть. Когда затылочек у нас длиннее, то тогда сзади на голове шапочка сидит хорошо, все закрывает. И ребенку нигде ничего не поддувает. Чтобы вашему малышу всегда было тепло, вяжите всегда несколько рядов здесь. Я провязываю от 4х обычно до 8. Если очень тонкая какая-то нитка, там 100 грамм 350 метров, то можно 8 рядов провязать. Если вот как сейчас толстая, можно 4 ряда провязать. Если еще толще нитка, очень такая толстая, можно 2 ряда провязать. Но в любом случае затылочная часть должна быть длиннее. Сейчас мы с вами эту конструкцию будем соединять в круг. И нужно набрать петли на переднюю часть. 28 петель, как мы с вами и считали. Для начала мы провяжем все петли, что у нас сейчас есть на спицах. Снимаем кромочную. Провязываем первое ушко, эти петли. И второе ушко до конца вяжем. Последние 2 петли. Последняя изнаночная. И теперь набираем петли для передней части аналогичным образом, как и для затылка. Раз, два, шесть. И вот таким образом набираем 28 петель. Плюс 1 петлю нужно также набрать для того, чтобы соединить наше вязание в круг аккуратно. Значит набираем 29 петель. На моем канале есть отдельное, очень подробное видео о том, как красиво соединять вязание в круг. Я вам ссылочку на это видео оставлю внизу под этим мастер-классом. Смотрите, значит вот таким образом соединяем наше вязание. Лицевая сторона вязания направлена к нам, сюда. Здесь у нас набранные петли, 29 петель. Теперь соединяем вязание в круг. Для этого снимаем петлю с левой спицы одну. Вводим левую спицу в первую петлю на правой спице. И нужно протянуть вот эту петлю, которую мы сняли с левой спицы, в петлю, что на правой. Вот так. Видите, мы ее вытянули сюда. И обратно вешаем ее на левую спицу. Вот сюда. Все. Рабочую нитку очень туго нужно подтянуть. И теперь можно смело вязать дальше по кругу. Давайте повесим сюда маркер. Это будет у нас начало нашего ряда. Начало вязания. Здесь осталось у нас 28 петель, которые мы еще не провязывали. И начинаем вязать по кругу эту шапочку. Первая петля нашего ряда вяжется лицевой. Следующая петля. Смотрите, мы будем вязать же теперь только лицевые ряды. И по кругу этот узор вяжется немножко по-другому. Один ряд вяжем резинкой один на один. Следующий вяжем лицевые все петли. Видите, сейчас я вяжу все лицевые петли. Там, где изнаночная была, вяжу лицевую. Там, где лицевая, лицевая. И так вяжем ушко, петли затылка и второе ушко. Ну вот, я довязываю второе ушко, лицевая петля. И здесь также лицевая петля. И это у нас дальше идут петли переда. Смотрите, чтобы у вас они не были перекручены. Вот как-то вот так, видите, не должно быть. Все должно быть ровно. Вот так. Смотрите, как же вязать, какую петлю первую вязать, лицевую или изнаночную? Смотрим на то, что у нас справа. Вот здесь идет лицевая дорожка. Здесь будет жемчужный рисунок на этой петле. Значит, следующая петля должна быть лицевой. Вот так. Дальше следующая изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И провязываем петли переда до конца. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Мы не можем провязать весь ряд, вот этот первый ряд нашего переда лицевыми, так как и здесь мы вяжем лицевыми. Потому что тогда край будет закручиваться у нас наперед. Шапочка у нас будет закручиваться вот так вот вверх. А нам это не нужно. Поэтому мы провяжем первый ряд резиночкой 1х1. Довязываем этот ряд до конца. Провязываем последние петли передней части. Последняя петля у меня вышла изнаночная. Следующий ряд вяжем так. Переснимаем маркер. И вяжем все петли по рисунку. Лицевая, первая, как и должно быть у нас. Здесь будет лицевая дорожка. Дальше изнаночная. Здесь лицевая дорожка, значит лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. По кругу до конца. Петли переда мы в этом рядочке также провязываем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Видите? То есть первые два ряда, как бы на передней части, вот здесь вот будут провязаны резинка 1х1. Так, довязали этот ряд. Переснимаем маркер. Следующий ряд вяжем по рисунку. Все петли лицевые. Узор этот очень простой. Постоянно чередуются два ряда. Один ряд это все петли лицевые. Второй ряд это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Я думаю, вы это уже поняли. Здесь нету ничего сложного. Узор очень простой. В общем, сейчас довязываем этот ряд всеми лицевыми. Потом вяжем следующий ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Потом опять лицевые, потом опять лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. И так далее вяжем по прямой без каких-либо прибавок на нужную нам высоту. Вот эта вот высота 11 см у меня это. У вас возможно будет высота это другой, в зависимости от вашего объема головы. Ну и вот посмотрите, я перешла уже на вязание голубой шапочки. По прямой вот я провязала 27 рядов. И последний ряд у меня провязан все петли лицевые. То есть 27 ряд последний, я вязала полностью все лицевые петли. Начало ряда вот у нас здесь, видите, вот в этом месте. Сантиметровой лентой можете измерить высоту вот эту вот. Видите, у меня это 11 см. Дальше мы переходим на формирование макушки. Как я сказала, уже здесь провязано у меня 27 рядов. Первый ряд я считаю от начала передней части, да, вы поняли. Не с затылка, потому что здесь на несколько рядов больше, я их не считаю. А вот именно с передней части и вверх у меня 27 рядов. Сейчас, значит, у нас 28 ряд. И в этом ряду мы уже будем сейчас делить все петли на 4 части и делать убавки. И теперь вот внимательно послушайте. Смотрите, у нас есть 70 петель сейчас на спицах. Для того, чтобы сделать крестообразную макушку, нам нужно поделить все петли на 4 части. 70 на 4 не делится, видите, получается 17,5. То есть четко на 4 одинаковые цифры у нас не делится 70. Значит, мы распределим петли так. 17, 17, 18, 18. Вот посмотрите, вот наша макушка, вид сверху, вот передняя часть, ушко 1, 2 и затылок сзади. Вот если так поделить все петли на 4 части, вот эту часть давайте назовем A, вот эту B, C и D. 4 части. Вот здесь вот у нас центр нашей передней части, которая состоит из 28 петель. Если поделить напополам, значит, здесь 14 петель и с этой стороны 14 петель. Вот у нас передняя наша часть, да, здесь 28 петель. Если поделить напополам, то вот эта часть составляет 14 петель. Начало ряда где у нас? У нас начало ряда вот здесь, да, заканчиваются вот эти 14 петель, если отсчитать их влево вот сюда, от центра переда, вот сюда. И у нас здесь вот начало ряда, видите. Мы поделили все петли на 4 части и половинка переда, вот эта часть A, у нас должна составлять 17 петель. Сейчас у нас здесь 14 петель, если считать от центра, да. Можете себе здесь маркер повесить, который поделит части переда напополам, по 14. А должно быть 17 петель, да. Значит, что мы делаем? Нам нужно приплюсовать к этой части A 3 петельки. Для этого мы снимем маркер и провяжем еще 3 петли по рисунку. Значит, лицевая, дальше изнаночная и лицевая. Все, теперь у нас начало ряда вот здесь будет. Мы переместились на 3 петли в левую сторону от центральной части переда, если смотреть. Все, здесь вот начало ряда. Перерисуйте где-то себе на бумагу вот этот вот мой рисунок, чтобы вам было понятно, где какая часть. Когда я буду дальше называть в мастер-классе вот эти буквы ABCD, то чтобы вам было все понятно. Давайте для удобства распределим все петли, повесим маркеры, чтобы нам было лучше видно наши все части. Давайте считать в обратную сторону, в правую. Раз, два. Здесь у нас центр передней части. Здесь я отсчитала 17 петель, да. Это часть A. Дальше считываем еще 17. Сюда вешаем. И сзади у нас уже по 18 должно быть петель, считаем. Ну вот так давайте оставим наши маркеры. Вот это будет начало ряда и начало части B. Дальше часть C, D и A. Четвертый маркер я здесь не буду вешать, чтобы в одном месте не висело у меня два маркера. Я стараюсь вот так вот все вам подробно показывать и рассказывать, для того, чтобы даже те, кто первый раз взяли спицы в руки, также смогли связать вот такую шапочку. Дальше посмотрите, где у нас будут убавки. Сейчас мы вот находимся в этой точке, вот здесь вот. Здесь у нас начало ряда, да. Вот эти линии у нас будут состоять из двух петель. И по бокам справа и слева, справа и слева, справа и слева, справа и слева от этих линий мы будем делать убавки. Если вы хоть раз вязали реглан, там сверху или снизу, то здесь в принципе убавки мы будем делать вот так, как в регланах. Итак, начинаем вязать часть B. Первая лицевая. Справа вот этой лицевой петли мы делаем убавку. Снимаем одну петлю, следующую провязываем лицевой. И вот эту снятую вешаем на эту провязанную. Вот так. Сделали. Дальше вяжем по рисунку. Смотрим, у нас лицевая следующая, дальше должна быть изнаночная. В общем, вяжем по рисунку эту часть почти до конца. Оставляем недовязанные три петли. Вот они. Две из них провязываем с наклоном в правую сторону. Вводим спицу сначала во вторую, потом в первую. Цепляем нитку и провязываем две вместе с наклоном вправо. Готово. И следующую петлю вяжем лицевой. Дальше следующая часть. Си. Часть Си. Эту петлю первую части Си провязываем лицевой. Дальше делаем убавку. Так же самое, как и в начале части Би. Вот так вот. Видите, в конце мы провязали лицевую и в начале следующая часть и лицевая. Получается, как бы, две лицевые петли между каждой частью у нас будет. Как регланная линия и справа убавка и слева. Да, вы поняли уже. Дальше мы снова вяжем все по рисунку почти до конца. Так, оставляем три петли недовязанные. Вот эти две петли провязываем две вместе с наклоном в правую сторону. И последнюю петлю этой части вяжем лицевой. Так, следующая часть. Первая петля лицевая. И две вместе вяжем в одну. Снимаем, провязываем лицевой и вешаем снятую на провязанную. Дальше по рисунку. Лицевая, изнаночная. Вяжем так до следующего маркера. В конце у нас опять недовязанные три петли. Две вместе с наклоном в правую сторону. И лицевая. Снова в начале следующей части. Вот у нас последняя часть. Это A. Часть A. Вот это была D. Вяжем лицевую петлю. И две вместе с наклоном в левую сторону. Снимаем. Следующую вяжем лицевой и вешаем снятую вот эту на провязанную. Дальше вяжем по рисунку. Снова недовязали три петли этой части. Провязываем две вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Вот так. И лицевая последняя части A. Все. Провязали 28 ряд. И следующий ряд, 29. Мы вяжем просто по рисунку. Первая петля лицевая. И вторую петлю тоже вяжем лицевой. Дальше у нас идет лицевая. И в принципе все петли дальше идут лицевые. По рисунку у нас так должно быть. Провязываем этот ряд, 29. Самостоятельно уже его провяжите. Не буду вам его показывать. Просто все петли лицевые. Там, где были у нас убавки. И там, где наши линии. Все. Довязываю последнюю петлю этого ряда. Так, следующий ряд. 30 ряд. Опять мы в нем будем делать убавки. Возле каждой нашей линии. В начале и в конце каждой части мы будем делать убавки. Кстати, у нас в одном ряду убавляется каждый раз 8 петель. 8 петель мы уже убрали. Значит, 70 минус 8. Сейчас у нас на спицах 62 петли. Начинаем вязать 30 ряд. В общем, лицевая. Дальше опять делаем убавку. Так же, как и я вам уже показывала. Снимаем, провязываем лицевую и вешаем. Снятую на провязанную. Дальше вяжем по рисунку. Здесь у нас жемчужный рисунок. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так вяжем до следующего маркера. Не довязывая 3 петли. Вот, не довязали 3 петли. Провязываем 2 вместе из них. 2 вместе с наклоном в правую сторону. И последняя петля этой части лицевая. Один маркер начала части и второй конец. Первая петля этой части лицевая. Дальше убавка. Снимаем, провязываем и вешаем. Снятую на провязанную. Готово. По рисунку дальше вяжем. Снова не довязываем 3 петли. Вот они у нас. Провязываем 2 из них. 2 вместе. Лицевой с наклоном вправо. И последняя лицевая. Следующая часть. Первая петля лицевая. Убавка. Убавки, кстати, мы делаем таким же образом, как и в носках. Если вы заметили, если вы вязали носки по моему мастер-классу. Три петли не довязаны. Две из них вяжем лицевой с наклоном вправо и лицевая. И последняя часть. Вот она. Часть A. Лицевая. Убавка. И по рисунку. Не довязали опять 3 петли. Провязываем их 2 вместе с наклоном вправо. И последняя лицевая. Готово. Маркер можно переснять чуть выше. Вот так вот. Вот так. И все маркеры, если хотите, можете чуть выше переснимать постоянно. Или если они вам мешают, можете их вообще уже убрать. Потому что уже у нас и так видно, где у нас идут убавки. В каждом ряду. Так. Следующий ряд. 31 ряд. Мы вяжем просто все петли лицевые по кругу до конца. Начинаем вязать 32 ряд следующий. И опять в нем мы делаем убавки. Таким же образом. Первая петля в каждой части вяжется лицевой. Дальше убавка. Снимаем. Провязываем. Вешаем. Снятую на провязанную. Дальше вяжем по рисунку до следующего маркера. Не довязываем до следующего маркера 3 петли. И провязываем 2 первые из них. 2 в 1 лицевой с наклоном вправо. Последняя петля каждой части вяжется лицевой петлей. Снова следующая часть. Лицевая петля. Убавка. И вяжем до следующего маркера по рисунку. Снова не довязываем 3 петли. Провязываем 2 из них вместе. С наклоном вправо. Дальше лицевая. Последняя петля этой части. Следующая часть. Первая петля. Лицевая. Убавка. И вяжем дальше по рисунку до следующего маркера. 3 петли не довязали. 2 из них вместе. Лицевой с наклоном вправо. Лицевая. И следующая часть. Последняя. Лицевая петля. Убавка. И по рисунку погнали. Так. 3 петли не довязали. 2 вместе. Лицевой с наклоном вправо. И лицевая. Все. Провязали этот ряд. Следующий 33 ряд. Вяжем опять все петли лицевые. Так как у нас уже поменьшила петель на спицах. То дальше можно вязать способом Magic Loop. Если у вас такие же спицы. Просто вот так вытягиваем. Леску видите. И вяжем. Ну что ж. Провязали мы с вами 33 ряда. И у меня на спицах осталось после убавок 46 петель. Сейчас у нас на спицах. Дальше я не буду с вами вязать каждый ряд. Я вам для удобства вот расписала все. Вот так поближе покажу. Смотрите. Вот. Перепишите каждый ряд себе. Я остановлю вот так на пару секунд. Так. И внизу вот. Чтобы в видео дальше не показывать вам каждый ряд, как вяжется. Потому что вяжется все аналогично. В одном ряду мы делаем убавки. В следующем без убавок лицевые. Убавки лицевые и так далее. Постоянно все чередуем. Вот здесь мы закончили. Вот 33 ряд лицевые. Следующий 34 вяжем с убавками. Видите. Здесь я, видите, написала, например, минус 8 петель. Это убавки. И сколько после убавок остается цифра. 46, 38, 30 и так далее. Ну что ж, вяжем дальше по вот этому описанию. 40 ряд вязать уже не так удобно. Уже еще меньше петель достало у нас. Поэтому я петлю делаю и здесь. Вот так вот. Видите, леску достаю. Вот так. И здесь небольшую, чтобы можно было вязать. И вот так вяжу. Ну все, довязали макушку. Оставляем небольшой хвостик и обрезаем нитку. Теперь этот хвостик нужно протянуть в каждую петлю, которая у нас есть на спице. Вот так. Все, протянули наш хвостик через все петли, что у нас остались после провязывания наших рядов. Протягиваем его вовнутрь туда. Стягиваем макушку. Вот так. Готово. Все, шапочка готова. И теперь я предлагаю вам сделать еще на этой шапочке прикольные ушки. Для этого нам понадобится крючок номер 4. Эти же спицы с длинной леской. Смотрите, вот наши линии, где мы делали убавки. Вот эта будет линия у нас по центру. Давайте покажу вам вид сверху. Вот крестообразная макушка наша такая получилась прикольная. И вот здесь на этой линии и здесь будут ушки. Я оставила специально две линии, две лицевые петли, справа и слева, от которых мы делали убавки. Специально такая, чтобы получилась более толстая линия, чем если бы мы оставляли одну лицевую петлю. Сделала я так, чтобы ушко было чуть шире. Не такое узкое, а чуть шире и смотрелось поприкольнее. Берем рабочую ниточку. И сейчас мы будем поднимать петли именно крючком. Вот посмотрите, у нас здесь вот начинаются вот эти две линии лицевых петель. Да, вот изнаночная и лицевая рядышком. Вот на ряд выше, вот где уже две лицевые идут петли, мы между этими двумя лицевыми вводим крючок и поднимаем вот эту протяжку. Вот она, видите, посередине как бы этой линии. Вот эта линия две лицевые, посередине вот такая ниточка идет. Цепляем рабочую нитку и вытягиваем петлю. Эта петля у нас будет как бы на повороте. То есть мы здесь наберем петли, потом маленький такой поворот, здесь наберем и здесь поворотик. Из одной петли этот поворот будет состоять. Дальше смотрите, вот у нас идет эта лицевая петля, да. Слева от нее вот убавки. Здесь подняли петлю и напротив так же само поднимаем с этой стороны. Вот, видите, такая ниточка. Берем рабочую нитку и вытягиваем петлю. Дальше снова сюда вводим. Видите, вот так. Цепляем рабочую нитку. Вытащили. Снова вводим сюда вот крючок. Вот, видите, если я проведу крючок, вот подниму их, все эти протяжки. Вот они, видите, между двумя петлями. Лицевая и тут где убавки. Вот они. Вот под них мы вводим крючок каждый раз. Вот так. И цепляем рабочую нитку. Не считая вот эту первую петлю, которая у нас как бы на повороте, мы уже подняли с вами раз, два, три, четыре, пять и одиннадцать петель. Давайте еще одну. Двенадцатая. Теперь эти петли нужно переснять на спицу. Вот так. Здесь аналогично, между двумя лицевыми поднимаем одну петлю, как бы сбоку. Поворотик такой делаем. И с этой стороны теперь тоже отступаем вот эти две лицевые петли. И поднимаем аналогично двенадцать петель. Вот здесь. Вводим крючок. И поднимаем. Старайтесь вот эти дужечки не пропускать. То есть вот здесь, вот видите, одна вот она. А вот следующая. То есть вот так вот не набирайте через одну. Все, подняли здесь двенадцать петель и одна боковая. И теперь переснимаем опять на спицы все петли. Вот схематически я изобразила наше ушко. Вот это первая петля боковая. Это начало вязания, точка вот этого. И стрелочкой показано по кругу мы вяжем. Вот здесь двенадцать петель, потом опять боковая. И вторая стенка, ушко заднее. Вот двенадцать петель. Вот это первая петля каждого нашего ряда. Ее мы всегда будем провязывать лицевой. И вот эту петлю тоже всегда будем провязывать лицевой. Из вот этих двенадцати петель мы всегда также будем провязывать вот эту первую лицевую и последнюю лицевую. Из этих двенадцати, что на этой стороне, аналогично. Вот эта лицевая и эта лицевая. Вторая петля из 12 здесь будет вязаться с жемчужной вязкой, то есть один ряд лицевая, второй изнаночная, лицевая изнаночная, то есть друг над другом вяжем лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, так же как и на шапке, как в узоре на шапке. И предпоследняя здесь тоже жемчужная вязка. А на этой стороне мы все остальные петли вяжем по рисунку, такой же рисунок будем использовать как и на шапке. Первая лицевая здесь вот эта и здесь последняя лицевая, а все остальное по рисунку как на шапке. Здесь же все остальные петли будем взять просто лицевыми. Первая лицевая, вторая жемчужная, последняя лицевая, предпоследняя жемчужная, а все остальное лицевые петли. В нашем ушке будет немного рядочков, оно не будет сильно длинным. Итак, вяжем первая петля лицевая, вторая петля лицевая, следующая петля по узору как шапка, давайте провяжем изнаночной. Дальше лицевая гладь, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, дальше изнаночная, лицевая и лицевая, вот так. Смотрите, как у нас распределены петли на спицах, на этой спице 14 петель, а на этой 12, здесь больше, потому что на этой спице обе поворотные петли, да. Так, разворачиваемся на вторую сторону ушка, вытягиваем вот так вот петлю, делаем, да, чтобы удобнее нам было вязать, и вяжем первую петлю после поворотной лицевой, дальше по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и последняя лицевая. Готово. Разворачиваемся на эту сторону. Последнюю петлю подтяните потуже, вот так вот, натяните нитку. Первая петля лицевая, вторая петля лицевая, Третья петля у нас тоже идет лицевая. Ну, а дальше вяжем лицевую гладь и последняя поворотная лицевая. Разворот. В общем, весь этот ряд вяжем лицевыми, да, как и шапку вязали основным рисунком. Вяжем следующий, третий ряд, и в этом ряду делаем убавки. Первая петля лицевая, следующую снимаем, следующую петлю вяжем, давайте лицевой провяжем и вешаем вот эту, снятую на эту провязанную, вот так. Дальше лицевые петли у нас идут. Вот наша идет поворотная петля последняя. Значит, здесь по рисунку провязываем эту петлю. И оставляем три петли на спице, две из них провязываем вместе. В принципе, убавки мы делаем так же, как и на макушке. Вторая поворотная петля, вяжем ее лицевой. Разворачиваем. И слева от этой поворотной петли также сразу делаем убавку. Снимаем петлю. Провязываем следующую петлю лицевой и вешаем эту, снятую, на провязанную. Дальше вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Остается две петли. Провязываем две вместе с наклоном вправо. Вот так. Разворачиваемся теперь. Вяжем четвертый ряд. Первая петля лицевая. Это поворотная петля. Следующая лицевая. Дальше будут у нас, в принципе, все петли лицевые. Сейчас у нас на передней части 12 петель. Разворачиваемся. И по этой стороне все петли вяжем лицевые. Опять разворачиваемся. Провязали мы с вами 4 ряда. Сейчас опять вяжем ряд с убавками. Это будет пятый ряд. Первая петля лицевая. Делаем убавку. Снимаем петлю. Провязываем следующую. И снять и вешаем на провязанную. Дальше вяжем по рисунку лицевые петли. Оставляем три петли. Последняя из них поворотная. Вы помните. Две вместе с наклоном вправо провязываем лицевой. Вот так. И последняя поворотная. Разворачиваемся. Здесь также делаем убавку. Снимаем первую петлю. Следующую вяжем лицевой. И вешаем снятую на провязанную. Дальше вяжем по рисунку. Лицевая и изнаночная. Две петли оставляем. И вяжем их две вместе. С наклоном вправо. Вот так. Снова разворачиваемся. Вяжем следующий шестой рядок. И в этом шестом ряду мы также будем делать убавки. Первую петлю вяжем лицевой. Дальше снимаем. Провязываем третью лицевой. Вешаем снятую на провязанную. Дальше все петли лицевые. Оставляем три петли. Две из них в одну лицевой. И последняя лицевая. Разворот. Следующая сторона. Опять убавку делаем вначале. Снимаем петлю. Следующая лицевая. Вешаем снятую на провязанную. Дальше по рисунку. Лицевые петли. Остаются две в конце петли у нас. Их вяжем вместе в одну. Поворот. Следующий ряд опять делаем с убавками. Все, ушко мы довязали с вами. Сейчас у нас на спицах осталось на задней части 4 петли. На передней 6. Хвостик мы сейчас обрежем. Рабочую ниточку нашу. Но перед этим нужно обязательно оставить немного пряжи. Для того, чтобы сшить вот эти петли невидимым швом. Оставляем сколько нитки. Давайте измерим ширину ушка. Вот так вот. Еще раз измерим ширину ушка. Две ширины у нас здесь ушко. Умножить вот эти две ширины на 3. Значит 3 раза по такой длине. Раз. И еще раз так же. Три. Вот оставляем столько пряжи. Или чуть-чуть больше. Обрезаем нитку. Кстати, видите, эта нитка скручивается. Вот когда вяжешь, у нее такая крутка, что при вязании она еще сильнее скручивается. Видите, будете знать. Все. Оставили пряжу. Берем иголочку. Вот я вставила ниточку в иглу. Любую берете толстую иглу. Острая или тупая. Не важно. Все равно у вас получится все сшить. И перед тем, как сшивать невидимым швом, нужно распределить петли, чтобы и на передней части было 5 петель, и на задней части. Вот эту одну петлю с этой стороны давайте переместим туда. Вот так. Вот, видите. У меня на канале уже есть отдельное видео, как сшивать вот таким аккуратным швом. Ссылочку на это видео я вам оставлю внизу под этим мастер-классом. И кто еще не видел, можете посмотреть. Ну и все. Сшили все. Все. Теперь просто нужно ввести иголку куда-то в полотно, вывести кончик ниточки. Вот так вот, например. Все. Готово. Ниточку можно вот просто в полотно так проколоть и вывести на изнаночную сторону шапки. Ну а хвостик в конце работы просто нужно спрятать. Все. Ушко наше готово. А второе ушко вяжем аналогично на вот этой вот линии. Ну и после того, как мы связали с вами два ушка, нам остается только сделать завязки. Все пряжу, что у меня осталось, я размотала полностью. Вы видели, у меня был небольшой клубочек, осталось немного совсем пряжи. Вот я ее размотала полностью, сложила сначала вдвое, а потом, вот видите, вот в четыре сложения, в четыре ниточки. Сейчас я опять поделю вот это все, что я сложила, напополам. Значит, вот концы у меня. И здесь. Вот. Вот так опять все. Опять напополам делим всю пряжу. И теперь то, что получилось, у нас здесь уже восемь ниточек. Еще раз складываем пополам. Так, давайте положу вот так вот ниточку на стол, чтобы вам было хорошо видно. И просто разрезаем ее. Все, у нас получилось такие два хвостика, считай. Которые нужно разрезать здесь, еще вот здесь. С этой стороны. Все, разделили пополам пряжу. На одну и на вторую завязочку. Нам понадобится крючок потолще. У меня шесть с половиной крючок. Берем нашу пряжу, вот эту разрезанную. Складываем ее еще раз пополам. Вот так вот. Вот у нас здесь серединка. Просто вот здесь вот где-то посередине. Вот сюда. Видите? Не прям под кромочную петлю, а отступив одну ниточку, одну протяжку. Вот сюда вводим крючок. Цепляем эту пряжу именно вот здесь. Вот где у нас серединка пряжи. И вытягиваем ее сюда. Вот так. Делаем вот такую петлю. Готово. Теперь в эту петлю нам нужно протянуть все эти хвосты. Вот так. Этот кончик пока можете просто поднять вот так вверх, чтобы его туда не затянуло. И стягиваем. Не бойтесь, очень туго, хорошо затягивайте. Подтяните ниточки все. И вторую завязку делаем аналогично. Длинные хвостики, которые у меня были на шапке, вот я обрезала. У меня получились вот такие вот две ниточки. А внутри шапки, видите, остались короткие хвостики. Если у вас хвостики были недлинные, то заранее оставьте немного пряжи для того, чтобы связать косичку, которую мы сейчас должны сплести. Из этой пряжи, что у нас есть, нужно сплести косичку. И предварительно вот здесь вот в конце, вот так вот, нужно ее разрезать пополам. Потому что, видите, здесь есть вот такие петельки. Берем ножнички, натягиваем пряжу просто и разрезаем. Делим всю эту пряжу на три части. Получается здесь пять ниточек, здесь пять, а посерединке у меня получилось шесть. Все, берем вот эти все нитки и плетем обычную косичку. Теперь берем один кончик пряжи и в этом месте делаем вот так вот петельку. Протягиваем нитки сюда. И фиксируем, чтобы косичка не расплелась. Но пока ничего не завязываем. Теперь нужно сплести вторую косичку аналогично. Две косички мы сплели. Теперь мы косички натягиваем вот так вот. Прикладываем их друг к дружке и натягиваем. Смотрите, здесь у меня перевязано в этом месте, а на этой косичке чуть ниже. Значит, поднимаем вверх, чтобы на одном уровне у нас было вот здесь вот завязано. Перевязываем, завязываем. Как мы умеем, так и делаем. Ну, а теперь возьмем крючок потоньше, там номер 2 примерно. И вот эти хвостики нужно протянуть под вот эту обмотку. Сильно туда протягиваем таким образом, чтобы спрятался наш узел. Теперь натягиваем вот эти все ниточки, вот так вот их вытягиваем на нужную нам длину. И обрезаем здесь. Теперь нам осталось спрятать кончики. Как я обычно прячу кончики, я ссылочку вам оставлю внизу под этим видео, на отдельное видео. Там я очень-очень подробно показываю разные способы, как я прячу кончики при вязании именно спицами. В этой шапочке все просто. К хвостике выводим наизнанку. Разделяем все нитки пополам. Вот так вот. Одну ниточку протягиваем в произвольном порядке. Под любую дужку на шапке. Под любую петлю. И завязываем узелок. Раз. Два. И в обратную сторону завязываем. Вот так вот. Три. Еще раз соединяем эти два хвостика. Протягиваем через любую дужку какую-то. Какую-то петлю. Опять разделяем их. Протягиваем еще раз. И опять завязываем три раза. Очень туго затягивайте. Не бойтесь, ниточка не порвется. Она очень крепкая. И теперь просто под корень обрезаем. Вот так все. Шапочку мы уже связали. Осталось ее просто постирать. На этикетке, кстати, не указана температура, при которой можно стирать данную пряжу. Оставлю вам еще одну ссылочку под этим видео, в котором я показываю, как я стираю обычно вязаные вещи. И после стирки ее смело можно будет носить. Как вы видите, на эту шапку ушло ровно 100 грамм вот этой вот пряжи. Вот что осталось. Сейчас все вот эти хвостики, это все пряжи, которые я просто выброшу. Покажу вам поближе. Вот посмотрите, видите, если шапочка вот в натянутом виде, видите, она будет с такими вот дырочками. То есть петли не сильно плотные, да. И на голове вот она просто вот в таком вот состоянии будет. Когда будет сильный ветер, то, естественно, будет продувать через вот эти вот дырочки. Поэтому, если вы хотите вот такую шапку связать в зимнем варианте, то обязательно сделайте подкладку. Или вязаную, или пришить можно какую-то мягкую, теплую шерсть тоненькую такую. Я же вязала эту шапочку на весну или на осень, если она будет еще ему как раз, моему сынишке, то еще и осенью поносим. Именно на такую погоду, когда еще не сильно тепло, то есть без шапки как бы еще холодно, а в толстой зимней шапке уже жарко. Вот такая вот вязка, в принципе, очень даже мне нравится. Такая шапочка по теплоте будет очень даже комфортной. И по желанию к этой шапочке можете связать не широкий такой шарфик, вот этим же узором, просто такой длинный прямоугольник свяжите, и будет очень классный комплект. Делитесь этим видео в соцсетях, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на мой канал, и всем пока-пока!